Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа Карачаево-Черкеско-Энерго проверили узлы учета электроэнергии в горнолыжном поселке Домбай. В ходе рейда энергетики также обследовали трансформаторные пункты и другие энергообъекты, обеспечивающие энергоснабжение курортного поселка. Смотрите подробности. Специальные бригады филиала МРСК Северного Кавказа Карачаево-Черкеско-Энерго внепланово проверили узлы учета электроэнергии в горнолыжном поселке Домбай. Кроме специалистов карачаевских РЭС, которые обслуживают потребители этого поселка, к проверке привлекались бригады и зеленчугских, адыгихабльских, хабельских РЭС и зеленчугских электрических сетей, а также инженеры службы измерений и метрологии. За один день 18 специалистов во главе с заместителем директора филиала по развитию и реализации услуг Александром Клевекиным и представителями блока безопасности обследовали порядка 40 узлов учета электроэнергии в гостиницах, базах отдыха и пунктах общественного питания горнолыжного курорта. Энергетики снимали контрольные показания со счетчиков, проводили инструментальные проверки с применением компьютерной техники и другого спецоборудования. Кроме того, они проинспектировали состояние трансформаторных подстанций и других энергообъектов, обеспечивающих энергоснабжение потребителей Домбая. Проверки проводятся в полном объеме. Это на соответствие узлов учета правильности учетной политики и также на соответствие государственной проверки средств измерений. Нарушений крупных не выявлено. Узлы учета новые, приборы учета многие микропроцессорные, процентов 40-50. Мы снимали параметры работы узла учета ноутбуками и смотрели состояние. По всем проверенным узлам учета электроэнергии составлены акты осмотра. Владельцу одной гостиницы вручено предписание о необходимости проведения госповерки трансформаторной подстанции в связи со скорым истечением срока межповерочного интервала. В целом же в зоне ответственности Карачаевских РЭС, в которую входит поселок Донбай, с начала года выявлено 190 фактов безучетного энергопотребления на сумму почти 2,2 миллиона рублей. Из них 17 актов были составлены в отношении юридических лиц, незаконно потребивших 713 тысяч киловатт-часов электроэнергии стоимостью 1 миллион 700 тысяч рублей. По итогам работы с нарушителями включены в полезный отпуск 802 тысячи киловатт-часов энергоресурса, а рассветители электроэнергии возместили нанесенные компании ущерб на сумму 1,7 миллиона рублей.